В мире существует большое количество вещей, глядя на которые ты думаешь, а зачем вообще это было сделано? К таким можно отнести песни Сергея Зверева, минутные голосовые сообщения, в которых 90% времени человек чавкает и мэкает, свингер-оргии в домах престарел и так далее. Игровая индустрия, к счастью, или к сожалению, не стала исключением. Существует множество игр, которые вообще непонятно зачем были сделаны, ведь их качество и интерес со стороны геймеров находятся на очень низком уровне. Но тут можно предположить, что разработчики хотели заработать, и просто у этих гениев ничего не вышло. Однако еще ведь существуют моды, так сказать, народные творения, которые могут обладать самым разным содержанием. И в данном ролике мы решили рассказать о самых бессмысленных и странных модификациях для различных игр. Что было в голове у авторов во время создания, остается лишь догадываться. Над сценарием потрудились Александр Ставенко и Кирилл Шевелев. Озвучил его Антон Киреев, но смонтировал Александр Камаев. Вы на канале iGEM. Подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик и погнали! Первым модом, о котором мы сегодня поговорим, станет Long Covid Mode для третьего Ведьмака. Коронавирус причинил огромное количество проблем человечеству, и в этой модификации он добрался до Геральта из Ривии. Мод добавляет различные осложнения после болезни. То есть Ведьмак смог вылечиться, но теперь страдает от постковидного синдрома, что серьезно осложняет игровой процесс. Если вы в свое время прошли дикую охоту на максимальном уровне сложности, то теперь рекомендуем повторить это достижение с данным модом. Намучаетесь знатно, это факт. Причем авторы заморочились и не просто добавили в игру симптомы, а проработали систему их развития и осложнений. Давайте, так сказать, на пальцах расскажу, как это работает, чтобы было понятнее. После установки мода у Геральта появляется четыре уровня состояния. На первом уровне симптомы практически не влияют на игровой процесс и доставляют лишь небольшой дискомфорт. Постепенно они прогрессируют, появляются осложнения, и состояние Ведьмака переходит на второй уровень, а затем на третий и четвертый. Причем на четвертом симптомы достигают своего пика и оказывают максимальный негативный эффект. Скорость развития симптомов и переход на следующий уровень зависит от действия игрока и кучи рандомных факторов, поэтому невозможно спрогнозировать, когда здоровье Ведьмака в очередной раз ухудшится. Думаю, механика мода понятна. Теперь давайте поговорим о симптомах. Поскольку от ковида больше всего страдают легкие, в первую очередь он сказывается на выносливости протагониста. С каждым последующим уровнем развития постковидного синдрома выносливость у Геральта будет заканчиваться быстрее, а восстанавливаться гораздо дольше. Из-за этого в определенный момент геймер обнаружит, что Ведьмаку стало очень тяжело бегать и участвовать в длительных схватках. Но этого автора мода показалось недостаточно, поэтому каждый раз, когда выносливость падает до нуля, на экране появляется белая вспышка, которая дезориентирует Геральта. Начиная с третьего уровня осложнений, начнет убывать здоровье до тех пор, пока не станет равно допустимому минимуму. Благо на первых двух уровнях количество ХП будет неизменным, поэтому у игрока есть время, чтобы подготовиться к такому сюрпризу в будущем. Не забыли создатели и про задержку дыхания. С каждым уровнем во время нахождения под водой запас кислорода будет тратиться быстрее. На четвертом уровне он будет убывать аж в четыре раза быстрее, чем обычно. Также, начиная со второго, как утверждают авторы, у Геральта может начаться расстройство желудка. Понятное дело, ведьмак на глазах у игрока в кустике бегать не будет, но геймплейно это выльется в то, что еда будет отнимать здоровье, а не пополнять его. Начиная с третьего уровня, геймеру придется использовать ведьмачье чутье как можно реже, ведь его активация будет затемнять экран на несколько секунд. На четвертом уровне ведьмачье чутье и вовсе перестанет работать. Также, когда симптомы достигнут своего пика, собьется прицел во время метания бомб и стрельбы из арбалета. А после каждого открытия инвентаря ведьмак будет ронять один рандомный предмет, поскольку у него разовьется рассеянность. Возможно, вы сейчас слушаете нас и думаете, да, конечно, Геральту постепенно будет становиться все хуже, но я все негативные эффекты легко уберу в процессе медитации. Ага, сейчас. Чем сильнее прогрессирует постковидный синдром, тем выше вероятность, что ведьмак закончит медитацию раньше или позже запланированного времени, из-за чего текущие характеристики никак не изменятся. Фактически, вы просто потратите внутриигровое время впустую и дадите симптомам возможность развиться еще сильнее. И, если что, вылечиться и избавиться от осложнений в игре нельзя. Казалось бы, можно попытаться компенсировать негативный эффект зельями, но на 100% этого сделать не получится. Например, зелье для восстановления выносливости действительно может помочь не уставать после пары ударов. Зато ласточка в определенный момент не только перестанет пополнять здоровье, но и будет ускорять развитие симптомов. Вообще, чтобы при данном моде Гераль к концу игры не развалился на части от болезни, геймеру придется постоянно экспериментировать и пробовать разные способы борьбы с недугами. Честно, я без понятия, как авторам в голову пришла такая вот идея для модификации, но играть с ней физически больно. Doom 1993 года — несомненно легендарная игра. Причем, если изначально легендарной она стала как один из первых FPS и родоначальников жанра в целом, хотя тут же Wolfenstein 3D вышел на год раньше, то сейчас она легендарна тем, что ее запускают на разных устройствах. Ну и, конечно, мододелы не могли обойти такой чудесный проект стороной. Существует масса модификаций для Doom, но в нашем ролике мы решили остановиться на той, что называется Run For It. Суть ее довольно проста. Почти у всех неподвижных предметов и подбираемых объектов вырастают ножки, и они начинают хаотично носиться по карте. Как автору такое пришло в голову — без понятия, но это может порождать реально странные и напряженные ситуации. Например, представьте, что у главного героя мало здоровья. Вы находите аптечку. Она вскакивает на ноги и бежит по локации быстрее, чем пожилая бабка несется к свободному месту в автобусе. Такая же тема с патронами и прочими предметами. Единственная польза от модификации — это вероятность того, что взрывающиеся бочки во время бега столкнутся с монстрами, и метким выстрелом вы сможете подорвать их, отправив на тот свет парочку врагов. Но данная тема работает и в обратную сторону. Зайдя в помещение с такими бочками, вы и сами можете разлететься на мелкие кусочки, если пальнете не туда. Причем поначалу мод даже кажется забавным, но только в первые минуты в 10-15. А потом, когда ты в очередной раз видишь, как все вокруг бегает на ножках, ты начинаешь беситься. Думаю, если человек, прошедший дум с установленным «Run for it» попадет, зачем я делаю вот это «Run for it»? «E.A. Sports». Попадет на необитаемый остров, и спустя год выживания у него спросит, какую русалку он бы выбрал. Ту, у которой нижняя часть тела рыбья, а верхняя человеческая, или наоборот. То он просто придет в ярость и убьет вопрошающего мощным зарядом белой плазмы из своей «Small Fucking Gun». А сейчас внезапно анекдот. Российская империя. У королевы проходит бал. Все танцуют, кушают, веселятся. В общем, праздник проходит здорово. И только маленький сын одного из гостей все портит. Ребенок постоянно бегает обо всех, спотыкается, суетится, перебивает, роняет еду, короче, ведет себя раздражающе. В определенный момент поручику Ржевскому все это надоело. Он подошел к мальчику и что-то шепнул ему на ухо. После этого ребенок куда-то ушел и не появлялся до самого окончания праздника, тем самым перестав мешать гостям. Перед отъездом отец мальчика подошел к Ржевскому с благодарностями. «Поручик», — сказал он, «В вас пропадает настоящий воспитатель. Я вам очень признателен, что вы утихомирили моего сына. Но поделитесь по секрету, что же вы ему шепнули на ухо?» Поручик улыбается и говорит, «Да ничего особенного, просто научил его анонизму». Наверное, у многих наших зрителей появился вопрос, а зачем мы это сейчас рассказали? Дело в том, что дальше у нас на очереди мод Immersive Fat Idiot Sun для Скайрим, из которого становится понятно, что дракон, рожденный, не такой уж и хороший воспитатель, как поручик Ржевский. Модификация добавляет в Скайрим сына главного героя по имени Руфус, который всюду следует за ним в качестве напарника. Причем помощи от 11-летнего паренька будет с Гуйкин Шиш. Напротив, этот надоедливый пиздюк будет всячески мешать. Думаю, у олдов уже всплывают в голове такие персонажи, как Мат из Готики и Адоринг Фэн из Обливиона. Да, вы правы, тут смысл точно такой же. Вот особенности поведения Руфуса. Он постоянно что-то говорит, причем совершенно не в тему. У сынишки более ста фраз в арсенале, которыми он докучает на протяжении всего прохождения. Но незатыкающийся рот – это полбеды. Паренек регулярно лезет в драки с разными противниками, если те находятся поблизости. В бою 11-летний парнишка особо не помогает, так как из оружия у него лишь деревянный меч, который почти не дамажит. Зато после каждой оплеухи отлетает в сторону, и как мешок падает на землю. Но переживать за него не стоит, так как он не получает урон и является бессмертным. Зато сагренные враги быстро поворачиваются в сторону главного героя и начинают нападать на него. Вы, конечно, можете попытаться вооружить его и надеть какую-нибудь броню, но мало того, что он даже не попробует экипировать полученные предметы, так еще и потеряет их. Ну а что вы хотите от пухлого ребенка, который даже во время бега спотыкается? И забудьте про стелс. В компании с Руфусом в принципе не получится пройти какую-нибудь локацию, не привлекая к себе внимания. Мальчишка своим бубнежом и прочими неосторожными действиями быстро выдаст вашу позицию. И как-то угомонить его не получится. Ребенок просто не понимает, что из-за его действий папашка сейчас может отхватить неслабых люлей. Но не все так ужасно, как может показаться. От Руфуса можно избавиться. Правда, ненадолго. Сынишку можно уложить спать в собственном доме или сбагрить на время NPC, с которым установлены дружеские отношения. Однако это лишь временное решение, поскольку в определенный момент, который наступит довольно скоро, не сомневайтесь, Руфус снова прибежит и продолжит раздражать своим присутствием. Кто захочет устанавливать такой мод на полном серьезе, чтобы проходить игру в таких условиях, хрен знает. Хотя, учитывая, что поглонники Скайрим уже сходили его вдоль и поперек, почему бы им не остепениться и не обзавестись потомством? Пусть даже несмотря на то, что потомство это Руфус. Остаемся в Скайрим, но переходим к следующей модификации под названием World Randomizer. Суть ее заключается в следующем. Места, куда ведут двери в игре, перемешиваются между собой рандомным образом, поэтому, заходя в очередную дверь, вы понятия не имеете, где окажетесь. Вспоминайте вторую матрицу и то, как Нео с героями бегали в компании Мастера Ключей и с помощью дверей телепортировались в нужные места. Тут принцип такой же. Причем места по ту сторону дверей перемешиваются настолько рандомно, что в самом начале игры, пройдя через порог какого-нибудь дома, можно вообще оказаться недалеко от финального босса. И тогда в спешке придется искать очередную дверь в надежде, что она закинет вас куда-то в более дружелюбное место. Работу моду можно настраивать, поэтому если вы не хотите во время прохождения уж совсем жесткого рандома, то есть возможность его убавить. Но даже при уменьшении значения этого показателя вы гарантированно получите незабываемый экспириенс от путешествия по миру игры. Зато, кстати, порталы внутри дверей могли бы помочь избавиться от Руфуса, хоть и ненадолго. Далее на очереди у нас мод для Half-Life 2 под названием Watching Paint Dry. И с ним получилась довольно интересная ситуация. Дело в том, что этой модификации в принципе быть в нашем ролике и не должно. Ведь тут мы рассказываем о никчемных, бессмысленных и хрен пойми зачем нужных модах. А Watching Paint Dry к ним на самом деле не относится. Но прикол в том, что он очень пытается произвести на игрока впечатление как раз-таки никчемного, бессмысленного и хрен пойми зачем нужного мода. Давайте по порядку. Watching Paint Dry это модификация для Half-Life 2, где игрок должен тусоваться в закрытой комнате и наблюдать, как краска сохнет в реальном времени. Занятие, несомненно, очень увлекательное. Из-за этого, на первый взгляд, мод выглядит супер бесполезным. Да и сами разработчики уверяют нас в том, что они сделали его для того, чтобы геймеры могли вот так полюбоваться на сохнущую краску. Типа других возможностей в модификации нет. Однако, если поизучать локацию, становится понятно, что разработчики просто водили нас за нос и хотели, чтобы мы им поверили. Ведь если оторвать решетку от вентиляции на потолке, на нас свалится ключ, с помощью которого мы можем выйти за пределы комнаты. А теперь представьте, сколько игроков, решивших поиграть, не догадались до этого и, простояв какое-то время у стены, закрыли мод с твердой уверенностью, что здесь реально нужно смотреть, как сохнет краска. Ну а чтобы не оказаться в таком же пролете, как те геймеры, рекомендуем заглянуть на наш Бусти. Там у нас по-прежнему каждую неделю выходит эксклюзивный контент. Также за время существования канала сформировались постоянные рубрики, которых нет на YouTube. В нашем Бусти действуют три уровня подписки, два из которых гарантируют доступ в закрытый чат, где можно пообщаться с другими любителями игр и авторами IGM. В общем, залетайте, будет интересно. Выйдя за пределы комнаты, мы попадаем в остальную часть квартиры, ну или дома, как вам удобнее. Мы можем перемещаться по ней, пытаться проникнуть в запертые комнаты и собирать по крупицам информацию, что же тут происходит. Очень скоро мы обнаружим, что за дверцами холодильника находятся не полки с продуктами и кастрюлька с котлетками и пюрешкой, а настоящий проход, в конце которого можно спрыгнуть вниз, после чего мы снова окажемся в комнате с сохнущей краской и снова будем вынуждены выбраться из нее, достав ключ из вентиляции. Однако, внимательные игроки заметят, что окружение в квартире и виды за окном слегка изменились. Здесь уже придет осознание того, что игровой процесс тут как в ПТ, в демке отмененного Silent Hills, над которым трудился Хидео Кодзима. Напомним, что там главный герой перемещался по коридору большого дома, но добравшись до его конца и зайдя в дверь оказывался в самом его начале. Окружение при этом могло меняться и триггерить рандомные события. В этом моде ситуация похожа. Каждый раз спрыгивая вниз, в конце тоннеля мы оказываемся в комнате с краской. Также на определенных циклах появится возможность проникнуть в другие комнаты и перезапустить все иным способом. Наряду с этим окружение тоже будет меняться в зависимости от действия игрока. Также тут есть финал, то есть игроку не придется до бесконечности бегать по коридорам и вновь возвращаться в комнату. Чтобы увидеть концовку требуется выполнить пару квестов. Вот только об их наличии, о том, как это все реализовать, придется догадываться самому. Например, геймер вполне может построить тут установку, которая переместит его в весьма интересное место. Что за установка говорить не буду, так как ее название станет спойлером. Также при желании можно и вовсе оказаться на луне и взорвать землю. В общем, Watching Pain Dry в прямом смысле предлагает две таблетки. Первая сидеть в комнате, ничего не делать и смотреть, как сохнет краска. И вторая найти ключ и отправиться в довольно интересное приключение. Теперь расскажем еще об одном моде для Half-Life 2 под названием Sit and Stare at G-Man for 45 Hours. Если верить его описанию, то в нем требуется сидеть в вагоне поезда напротив G-Mana на протяжении 45 часов. А после этого игра закончится победой. Ну то есть реально просто сидеть и ничего не делать. Однако, вспоминая предыдущую модификацию про сохнущую краску, мы же с вами знаем, что все не так просто, как кажется. А вот и нет. Закатайте губу обратно. В этой модификации реально нужно просто сидеть в вагоне и смотреть на G-Mana. Какого-либо дополнительного контента тут нет. И вот этот мод действительно является странным и бессмысленным. Хотя давайте будем оптимистами. модификация может быть полезна. Представьте, что человек пару часов поиграл в него и пока он сидел за компом, с ним ничего плохого не случилось. А кто знает, может если бы он не играл в этот мод, то вышел бы на улицу, а ему на голову птичка какнула или что похуже произошло. Ну а если серьезно, то устанавливать этот мод явно не стоит. У нас остался последний мод, о котором мы бы хотели рассказать в нашем выпуске. Он называется Avoid the Crash Man и предназначен для игры Fallout New Vegas. Это довольно необычная модификация, которая позволяет ощутить себя Джоном Коннором, поскольку как только вы установите ее и запустите игру, в лучших традициях терминатора вашего персонажа начнет преследовать NPC по имени Crash Man. Он появляется на определенной точке на карте и сразу же начинает уверенно бежать в вашу сторону. И как только он до вас доберется, игра скрашнется и закроется. Вы, конечно, можете избить его или расстрелять, но это лишь ненадолго замедлит его, поскольку NPC является бессмертным. Поэтому во время прохождения придется не только выполнять квесты, но и постоянно озираться по сторонам, ведь вдруг сейчас объявится Crash Man и врежется вам в спину. Также нужно понимать, что изначально данный NPC появляется не в сотне метров от вас, а на приличном расстоянии, и чтобы добраться до вас, ему требуется прилично времени. Поэтому если вы будете активно перемещаться по карте и выбирать наиболее труднопроходимые маршруты, полные препятствий врагов, то добраться до вас к Crash Man будет еще тяжелее, что даст больше форы. В общем, здесь концепция действительно как в фильмах о Терминаторе. NPC всегда знает, где вы находитесь и упорно преследует главного героя. Но лишь от вас зависит, насколько легко ему будет догнать вас. А на этом у нас все. очень надеемся, что смогли развлечь вас забавными и бесполезными модами. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Кто знает, может это побудет нас в будущем сделать вторую часть, где мы снова поговорим о каких-нибудь модификациях. Также не забывайте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали. Приходите в наши социальные сети паблик ВК, Твич, Титок, Телеграм. Ну и не забывайте про наш бустик, где регулярно выходит эксклюзивный контент без какой-либо цензуры. С вами был канал iGEM. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok